Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Горяк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В острове Пхукет из-за шторма затонули сразу два пассажирских судна. Как минимум 8 человек погибли, более 50 туристов считаются пропавшими без вести. В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего главы религиозной секты Аум Синрикё Сюка Сахары. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Автомобиль это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Причем речь идет не только о случаях нарушения ПДД, но и элементарной родительской безответственности. Согласно статистике, в мире количество детских смертей в припаркованных на жаре автомобилях растет с каждым годом. Какова ситуация в Молдове и чем грозит родителям беспечность, узнавала наш корреспондент Ольга Гриненко. Каждую неделю по меньшей мере один ребенок в мире погибает в припаркованном автомобиле. Примерно половина из этих случаев приходится на переохлаждение или тепловой удар. Машина, оставленная на солнцепеке, похожа на консервную банку. Внутри нее быстро растет температура, ощущается нехватка кислорода, повышается давлением. Исследование проведено одной американской компанией и показало, что в салоне такого автомобиля при уличной температуре в 35 градусов, спустя 20 минут столбик термометра переваливает за отметку 50. Согласно медицинским показателям, тело ребенка перегревается в 5 раз быстрее тела взрослого. Так что и 5 минут в таких условиях малышу хватит, чтобы получить тепловой удар, а через 10 начнутся необратимые повреждения мозга. Большинство родителей, как выяснил опрос корреспондента РТР Молдова, знают об этом и полностью осознают ответственность. Ему там жарко. Это как бы оставить ребенка в аду. Там же тоже жарко. Я даже животного не оставляю здесь когда-нибудь, то что уже дитя. Ну, надо как-то быть посерьезнее, наверное, относиться. А я вам говорю, что никогда не оставляю. Но есть и родители беспечные. Накануне в столичном секторе Чокана у одного из торговых центров произошел инцидент. 26-летняя женщина оставила годовалого ребенка одного в запертой машине на солнцепеке. Тревогу забили прохожие. По их словам, малыш был красный и вспотевший. Его мама пришла в тот момент, когда очевидцы уже позвонили в полицию. Ребенок чуть не умер. Вы этого видели лично? А люди видели, что ребенок вот-вот чуть не задохнул. В истерику плачет ребенок. На место выехали сотрудники полиции сектора Чокана. Они установили, что автомобиль действительно был припаркован перед коммерческим центром. По данному случаю полицейские направят запросы в компетентные органы, а против мамы будет применено наказание в административном порядке. Я вообще не воспринимаю таких родителей. Как можно оставить? Вот тут на секунду смотришь, исчезнуть ребенок может. В машине температура поднимается до 50 градусов. Как можно оставить ребенка закрытым в ней? Как это оставить ребенка? А что он там будет делать? Один. Во-первых, ему там скучно. Во-вторых, солнышко ему это самое. Во-вторых, в-третьих, мало ли что. Даже на дороге может случиться что-то. Кто-то врезается в эту машину. И что этот ребенок? Он беспомощный. Если органы докажут вину родительницы, ей грозит штраф от 300 до 700 леев или от 15 до 25 часов общественных работ. И в продолжение темы передвижения на автомобилях. Выезжая за город, будьте осторожны. На дорогах нашей страны можно остаться не только без колес, но и лобового стекла. В такой неприятной ситуации оказались сразу несколько водителей. Их автомобили были покорежены по причине некачественного ремонта дорожного покрытия. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич распорядился компенсировать ущерб, а виновных наказать. Эти фотографии за считанные минуты разлетелись в социальных сетях. Их выложила жительница столицы Анна Дема, которая написала на своей страничке. «Вот так прекрасно я начала сегодня свое путешествие. Спасибо молдавским дорожникам». Со слов автоледи она ехала по трассе Кишинолеушень. В районе села Болцун по встречной полосе двигалась фура. Причем не на скорости. Это из-под ее колес полетел гравий. Да так, что все стекла в автомобиле рассыпались. Как выяснилось позже, этот участок дороги только недавно отремонтировали. «Удар случился вот именно здесь, я так подозреваю. Вот дорога. Видно, что она вроде как бы законченная, но не законченная. Вот что происходит». В аналогичной ситуации на этой же автотрассе оказались еще шесть водителей. В их машинах тоже выбиты стекла. Пострадавшие говорят, что никаких предупреждающих знаков на этом участке нет. Как бы там ни было, все они получат компенсации. Ответственный за реабилитацию дорог – санкции. В этом заверил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Сегодня на заседании он потребовал от компетентных органов объяснений по поводу некачественного ремонта дорог. В ведомстве сообщили, что экономический агент, ответственный за проведение работ, свою вину признал, объяснив, что использованный гравий не соответствовал необходимым нормам. Также в качестве аргумента он привел отсутствие указателей для информирования водителя о проведении ремонтных работ. Кирилл Габурич потребовал от ответственных госадминистрации дорог наказать тех, кто не выполнил свои обязательства и не обеспечил безопасность дорожного движения. В частности, применить выговор за халатность в работе руководителю АО «Друмрь Яловень» ответственному за этот участок дороги. К другим темам. Предприятие Апоканал предупреждает. В случае, если потребители за должностями не погасят просроченные платежи, их обслуживание будет приостановлено. Так, начиная с июля, на обороте счет фактор будет напечатана дата, до которой необходимо в срочном порядке оплатить квитанцию. В свою очередь, горожане отмечают, что с такими низкими пенсиями и зарплатами, как у нас в стране, расплачиваться за коммунальные услуги далеко не просто, а делать это регулярно для некоторых и вовсе не представляется возможным. Должники заводу рискуют быть отключенными от услуг АПКанал Кишинео, в случае, если не погасят просроченные платежи. Так, по данным предприятия, начиная с этого месяца, на обороте счет фактор будет напечатана дата, до которой необходимо в срочном порядке оплатить квитанцию. Если же в течение 10 календарных дней после указанного в ней срока этого сделано не будет, оператор отключит потребителей от сети. В свою очередь, горожане отмечают, что стараются всегда платить за коммунальные услуги в срок. Однако пенсии и зарплат на это едва ли хватает. Даже большую зарплату получаешь, все равно бьет по карману. Один член семьи должен работать кормить семью, а другой должен рассчитаться за коммунальные услуги. Приходится платить и каждый месяц, и не накапливаем долги, потому что это легче платить. Нам удается выкручиваться пока, и то мы не живем, как нам хотелось бы. И платить, и кое-что оставлять, и попутешествовать. С нашей малой зарплатой больше половины уходит на коммуналку. А коммуналка у нас самая основная. А не будешь платить, значит отключится. На уровне государственной политики мы должны думать, что мы вообще платим людям. Хватит людям вообще на жизнь. Хватает люди вообще. Выживают в этих условиях? На первом плане стоят коммунальные услуги, потому что сейчас моментально отключают воду или электричество, если человек не платит. Поэтому если пенсионер еще работает, то он справляется. Если живет на 900 лей, я думаю, что не может справляться. И действительно, некоторые пенсионеры уверяют, что регулярно оплачивать счета для них и вовсе не представляется возможным. Тяжело платить каждый месяц. Очень тяжело. Вода горячая, очень дорогая. Даже нельзя купаться. Лето надо купаться. Хоть через день. Вода идет. Китанция пишет. Оплативать надо все это. Но пенсия маленькая несет. Весы начнем с затратом. Во избежание других действий в отношении потребителей, как, например, вызов в суд, принудительного исполнения решения, запрета на выезд из страны или ареста имущества, предприятие АП «Канал Кишнеу» призывает потребителей оплатить долги в кратчайшие сроки. В случае отключения от сети повторно подключиться можно будет только после погашения долгов и оплаченного тарифа на повторное подключение. Отметим, в июне в целях оперативного разрешения различных ситуаций, а также для оплаты оказанных услуг, в отделение предприятия обратились более 10 тысяч потребителей. Валентина Турова, Руслан Каунов, Вести Молдова. Молдавскому законодательному органу стоит пересмотреть новый кодекс телевидения и радио, а именно поправки, касающиеся внедрения 8-часового обязательного местного контента для СМИ. С таким призывом обратился накануне к молдавским властям Европейский парламент в принятой резолюции о политическом кризисе в Республике Молдова. По мнению евродепутатов, большинство независимых и региональных СМИ не смогут заполнить время эфира 8-часовым контентом из-за отсутствия средств. Также в Европарламенте говорили об ограничении работы независимых журналистов в Молдове, что напрямую противоречит нормам демократии. Европарламент выражает беспокойство относительно проекта нового кодекса телевидения и радио в Молдове. Напомним, документ был уже принят народными избранниками в первом чтении. Он подразумевает внедрение обязательного ежедневного 8-часового местного контента для молдавских телерадио-овещателей, что в принципе невозможно, учитывая финансовые возможности независимых и местных СМИ. Это указано в резолюции о политическом кризисе в Республике Молдова, принятой накануне евродепутатами. Европейский парламент призывает законодательный орган Молдовы проконсультироваться с гражданским обществом и независимыми средствами массовой информации до принятия в окончательном чтении нового кодекса телевидения и радио и отказаться от реформы двойного назначения. Европейский парламент выражает свою озабоченность, так как независимые местные или оппозиционные СМИ в Молдове в отсутствии, помимо всего прочего, в том числе финансовых средств, не смогут внедрить требования нового кодекса об обязательных квотах местного контента. Говорится в документе. Относительно этого вопроса корреспондент РТР Молдова попытался связаться с представителями демократической и либерал-демократической партиями, представители которых выступают с авторами нового кодекса об аудиовизуале. Однако представители ДПМ не ответили на телефон и звонок, а в ЛДПМ отказались комментировать. Напомним, в четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендует Еврокомиссии приостановить финансовую помощь Молдове в виде 100 миллионов евро. Поводом послужило аннулирование результатов местных выборов в муниципе Кишинеу. Между тем, по поводу резолюции парламента ЕС в отношении Республики Молдова высказались сегодня в ходе пресс-конференции и председатель Демпартии, а также главы правительства и парламента. Лидер демократа Влад Плохотнюк сказал, что несмотря на приостановку макрофинансирования, реформы в нашей стране будут продолжены, так как экономический рост, зарегистрированный за последние годы, вполне это позволяет. Демократическая партия представила сегодня свое политическое видение по поводу резолюции, принятой в четверг Европарламентом в отношении Республики Молдова. А именно, лидер ДПМ Влад Плохотнюк высказался по решению о приостановке макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро для нашей страны. Так демократ уточнил, что даже при таких обстоятельствах в Молдове реформы будут продолжены, и это потому, что наши граждане не должны страдать. Более того, и экономический рост, зарегистрированный у нас за последние годы, позволяет реализовать начатые реформы. «Мы выполнили все обязательства перед ЕС, но там определенная группа депутатов, которая поддерживает некоторые оппозиционные партии Молдовы, решила, что наши граждане должны быть лишены обещанной помощи лишь для того, чтобы партии Действия и Солидарность и Платформа Достоинства и Правда имели электоральные выгоды», сказал Плохотнюк. Демократ уточнил, что помимо тех европарламентариев, которые ведут политические игры, есть и депутаты в парламенте ЕС, которые по-настоящему любят нашу страну, и которым судьба наших граждан не безразлична. В ходе сегодняшней пресс-конференции выступили и председатель законодательного органа Андриан Канду, а также премьер-министр страны Павел Филипп, которые тоже заверили, что реформы и европейский путь Молдовы будут продолжены. Представители партии Действия и Солидарности и Платформа Достоинства и Правда пока не прокомментировали заявление ДПМ. Продолжаем выпуск. И в этом году правительство Румынии предоставляет молдавским выпускникам бесплатные места для обучения в университетах соседней страны. Всего их около 6 тысяч. Предложения около 20 вузов из разных городов Румынии были представлены сегодня на ежегодной ярмарке университетов в столице. Организаторы рассказали, на какие факультеты выделяется больше всего места, а выпускники поделились своими предпочтениями по вузам и городам обучения. В нынешнем году правительство Румынии выделяет для выпускников из Республики Молдова более 6 тысяч мест. Из них почти 4 тысячи на степень лицензата. Места на обучение предоставляются по всей территории Румынии. Часть предложений сегодня представили на ежегодной ярмарке, которая по традиции проходит в Центральном парке столицы. Каждый год представители ассоциаций различных университетских центров Румынии участвуют в этом мероприятии с целью представить предложения по обучению каждого университета в отдельности. В этой ярмарке принимают участие 17 университетских центров, в которые входят более 20 вузов. Организаторы утверждают, что в нынешнем году Румыния предоставляет еще больше мест для граждан Молдовы, чем в прошлом, а интерес местных выпускников к обучению в соседней стране растет. Специальностей много, но и каждый город привлекателен по-своему. В нынешнем году университет Александру Иону Кузе предоставляет 489 мест на бюджете и на контракте. Яссо – это признанный академический центр. В нем обучается большое число молдаван, молодых людей, которые приехали туда учиться, выпускников, которые смогли там профессионально обосноваться. Мы представляем 12 университетов из Бухареста, которые выделяют бюджетные места для молдавских кандидатов. Я рекомендую выпускникам подать документы в Бухарест, потому что это город с большими возможностями. Студентам предоставляют бесплатный проезд в поездах и общественном транспорте. Его в размере 100% оплачивает университетам. Также предоставляется скидка в 50% на абонемент в метро. Мы предоставляем 81 место в Клуже и в Бае-Маре. Мы выделяем места по специальностям информационной технологии, архитектура, сборка машин, связи. Лично я выбрала Клуж, потому что это студенческий город, а студенческие годы, проведенные там, запоминаешь на всю жизнь. Выпускники подходят к стендам, знакомятся с предложениями, но большинство из них уже определились, куда подадут документы. Думаю, что подам на право, либо в университете Бухареста, либо в университет Бабиш-Баяев-Клужа. Мне это нравится, и я этим занимался уже три года, вопросами права или психологии. Мои предпочтения связаны с экономикой, и я хочу подать документы в Тимишвару, Констанцию или Брашов. А некоторые хоть еще и не сделали выбор, но настроены решительно уехать на учебу в соседнюю страну. Мы хотим еще посмотреть, куда можем подать документы, чтобы открыть для себя больше возможностей, потому что здесь, в Молдове, нет возможности развиваться. Отметим, ярмарка университетов проходит в Кишино уже седьмой год подряд. Наталья Фомина, Руслан Колнов, Вести, Молдова. По стране передвижение свободное, но вот за границу пока ни шагу. Бывшему мэру столицы Дариной Киртуакой продлили судебный контроль еще на 60 дней. Защитники либерала могут обжаловать данные решения суда сектора Буйкань в течение трех дней. На сегодняшнем заседании Киртуака сказал, что уличил и судью, и прокурора в применении двойных стандартов, так как он попросил рассмотрения запроса стороны обвинения в его отсутствии, что предусмотрено законом, а в этом праве ему было отказано. Тем не менее, как утверждает Киртуака, в июле прошлого года такие заседания с лицами, находящимися под судебным контролем, проводились и без них, тем же судом сектора Буйкань. Прокурор не прокомментировал заявление либерала. Напомним, Киртуака является фигурантом дела о платных парковках. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Чиновника задержали 25 мая прошлого года, а в феврале нынешнего он объявил о своей отставке с поста мэра столицы. Сам либерал считает свое дело сфабрикованным. Продолжаем выпуск. В связи с ремонтом труб теплосети в столице временно ограничат движение для транспорта на пересечении улиц Андрей Дога и Тудор-Владимиреску в секторе Рыжкань. Там автомобильному транспорту будет запрещено передвигаться в течение трех дней с 6 по 9 июля. Водители просят объезжать эту зону и соблюдать временные знаки дорожного движения. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Финансовая отчетность Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, предоставленная по состоянию на 31 декабря прошлого года, является недостоверной, а также содержит значительные искажения. Речь идет как о данных министерства, так и подведомственных ему учреждений. К такому выводу пришли специалисты счетной палаты. Таким образом, в отчете не были указаны земли, находящиеся в пользовании Минздрава стоимостью почти в 35 миллионов леев, а также активы свыше 88 миллионов леев. Не были обозначены и различия в стоимости недвижимости по сравнению с кадастровой стоимостью, что составляет 36 миллионов леев, а также не было учтено имущество на сумму свыше 16 миллионов леев, которое не работает, разрушено или в отношении которого учреждение не имеет прав. Министерство пока не прокомментировало ситуацию. Ряды Министерства внутренних дел Молдовы пополнились новыми кадрами. Дипломы об окончании полицейской академии Штефан Челмари получили 165 выпускников – специалистов в области права, гражданской безопасности и общественного порядка. Министр внутренних дел Александр Ужиздан, принявший участие в церемонии вручения дипломов, пожелал выпускникам успехов, отметив, что Министерство внутренних дел нуждается в них, а граждане Молдовы чувствуют себя намного безопаснее, когда дела расследуются настоящими профессионалами. Отметим это уже 24-й выпуск молодых специалистов Академии Штефан Челмари. Улучшение качества образования и поддержка молодежи – это приоритеты правительства. Об этом заявил премьер-министр Павел Филипп на встрече с молодыми людьми из района Криулень. Как отметил глава правительства, самое большое богатство нашей страны – это человеческий капитал, а молодежи принадлежит ее будущее. Поэтому государству необходимо сосредоточиться на образовании, чтобы молодые люди могли работать в отраслях с высокой добавленной стоимостью. «Развитие нашей страны в наших руках», – подчеркнул чиновник. Особое внимание, как отметил Филипп, уделено трудоустройству граждан. Так, за каждое рабочее место, если их создано свыше ста, государство предоставляет инвесторам по 40 тысяч леев за каждое. Специалисты в области права, желающие заняться адвокатской деятельностью, но не согласны с квалификацией полученной комиссией по лицензированию адвокатов, смогут обжаловать решение в суде. Такое постановление принял Конституционный суд Молдовы. Согласно Молдавскому и Международному законодательству, суды по административным делам должны осуществлять контроль на предмет соблюдения прав человека, если это право было нарушено комиссией по лицензированию. А если речь идет о теоретических вопросах, о шкале и оценке, выданной комиссией по лицензированию, следовать решению комиссии судебные инстанции не обязаны. Однако проверить разумностью решение будет необходимо, говорится в решении КАЭС. 69 лет назад в Молдове прошла вторая волна массовых депортаций. По этому случаю 6 июля в республике был объявлен День национального траура. В Кишинел в сквере железнодорожного вокзала организовали митинг памяти жертв политических репрессий, после чего была объявлена минута молчания. Затем по всей стране прозвучали сирены и зазвонили церковные колокола. По данным историков, в ночь с 5 на 6 июля 1949 года состоялась самая массовая депортация населения Бессарабии под названием Юг. Благоустройство дворов северной столицы нашей страны продолжается. Теперь там еще больше новых скамеек и мусорных урт. О ходе работ на заседании коммунальных служб в мэри Белтс рассказала директор предприятия Татьяна Пороскан. По ее словам, работы по установке проводят сразу несколько бригад муниципального предприятия ЖКХ, а также работники предприятия благоустройства и озеленения. До сегодняшнего дня удалось установить 300 скамеек и 70 урн. Они появились во дворах и возле детских игровых зон. В детском оздоровительном лагере Олимпия Гагаузского села Казаклия состоялось открытие первой смены летнего сезона. В торжественной линейке по этому случаю приняла участие башкан-гагаузи Ирина Влах. Глава региона пожелала детям хорошего и плодотворного отдыха, отметив, что детство – это самая счастливая пора. А в Гагаузии есть возможности для того, чтобы сделать детство каждого ребенка еще более ярким. Говоря в частности об Олимпии, Влах заверила, что условия в детском лагере будут улучшаться и решила начать с подарка в виде батута. В лагере дети будут отдыхать чуть больше недели. Продолжим новостями спорта. Молдавские пловцы вновь на пьедестале чемпионата Европы по плаванию, который проходит в эти дни в столице Финляндии – Хельсинки. Татьяне Солкуцан из Террасполя удалось завоевать третье место на дистанции 200 метров с результатом 2 минуты 11,37 секунд. Обогнать ее удалось лишь двум спортсменам из России в Венгрии. Помимо Солкуцан, Молдову на европейском соревновании представляет мастер спорта Штефан Иосип, заслуженный тренер Республики Молдовы Евгений Коробецкий и президент Федерации Александр Горячев. Напомним, на прошедшем в конце июня в Террасполе чемпионате Молдову по плаванию эта же спортсменка побила рекорд страны на дистанциях 50 и 100 метров. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» и мы вновь продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. Началом крупнейшей торговой войны назвали в Пекине введение Соединенными Штатами таможенных пошлин на китайские товары. Заградительные меры начали действовать сегодня с нуля часов. Китай уже подготовил зеркальный ответ. Удар будет направлен на самые чувствительные для американской экономики сектора – производство продовольствия и автомобильную промышленность. В Китае уже 6 июля, а в Америке еще нет. Китай мог бы сыграть на разницу во времени в свою пользу и ввести пошлины на 12 часов раньше, но это оружие в КНР решили не применять, даже этим подчеркивая, кто агрессор в этой торговой войне. Но контрмеры незамедлительные. При таком накале отношений заморожены ли переговоры сторон? В китайском МИДе однозначного ответа не дали. Если законным правам нашей страны наносят ущерб, мы имеем право твердо их защищать. Что касается того, поддерживают ли Китай и США консультации по этому вопросу, могу заверить, что американской стороне хорошо известна наша позиция. Повсеместный психологический террор в торговле с помощью палки, таможенных тарифов, не соответствует тенденциям современности. Китай не опустит голову перед угрозами и шантажом и будет противостоять отсталому, вышедшему из моды протекционизму. Первый обмен ударами на 34 миллиарда долларов с каждой стороны. В черном списке КНР американские говядина, свинина, морепродукты, есть автомобили. Но большую часть то, что люди покупают каждый день и могут просто-напросто проголосовать юанем, когда увидят в магазинах новые ценники. 25% – это только таможенный тариф. Если учесть другие платежи, тот же потребительский налог, думаю, цены на эти товары вырастут выше, чем на четверть. Это точно отразится на предпочтениях покупателей и, думаю, нанесет существенный ущерб американским товарам на китайском рынке. При этом большую часть товаров, попавших под санкции, производят в Китае компании с американским капиталом. То есть штаты бьют по самим себе, а также по мировой торговле и цепи международных поставок. КНР, наоборот, намерена защитить иностранный бизнес, чтобы сгладить последствия удара и наращивать товарооборот с новыми развивающимися рынками. В Таиланде у берегов острова Пхукет затонули сразу два пассажирских судна. Виной тому – мощный шторм. Погибли как минимум 8 человек. Еще более 50 туристов считаются пропавшими без вести. Сейчас их ищут дайверы. Поисково-спасательная операция возобновилась на рассвете. Точное число пропавших без вести – 53 человека. В основном – туристы из Китая. Шансы на спасение крайне малы. Ночи их никто не искал. Накануне к берегу прибило погибшего мужчину в спасательном жилете. Около 90 пассажиров находились на борту катера «Феникс», когда его накрыла пятиметровая волна. Это произошло недалеко от Пхукета, куда туристы возвращались с острова Кохрачаяй. Мусором забило дренажный насос, поэтому система отвода воды не работала достаточно быстро, чтобы судно оставалось на плаву. После этого внезапно ударило еще несколько волн. Судно наклянилось и в итоге перевернулось. Спасенных людей доставляли спешно организованные прямо на пирсе центры эвакуации, где им оказывали первую помощь. Но многих пришлось отправить в больницу. Мы передавали сигналы тревоги по радиосвязи, информировали прессу. Ветер по-прежнему очень сильный. По словам капитана, он распорядился раздать пассажирам спасательные жилеты и спустить на воду надувные плоты. Но, видимо, времени было очень мало. Одновременно с «Фениксом» в том же районе накануне перевернулись еще два судна – яхта и катер с другой группой китайских туристов. Но там, судя по всему, обошлось без жертв. Удивительные новости пришли из Британии. Министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид официально объявил, что пара, пострадавшая несколько дней назад от неизвестного вещества, была отравлена новичком, тем же, что скрипали. Пострадавшие люди асоциальные, пьющие. А между Эймсбери, где их отравили, и Солсбери расположен печально известный Портондаун. Совпадение пугающее. Но глава МВД почему-то не исключил принятие новых мер против России. Британское правительство не может объяснить, каким образом пострадавшие в Эймсбери граждане Великобритании могли отравиться тем же веществом, что и скрипали. Министр внутренних дел Саджид Джавид вместо внятных объяснений сегодня не нашел ничего лучшего, кроме повторения старых обвинений в адрес Москвы. Глаза всего мира нацелены на Россию, и уж точно не из-за чемпионата мира. Пришло время России объяснить, что происходит. Ответная реакция российского МИДа была прогнозируемой. Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами. Сами пострадавшие по-прежнему в критическом состоянии в больнице Солсбери. Как и в деле Скрипалей, новое расследование будет закрытым. Полиция опять устанавливает защитные экраны. Эксперты в очередной раз приступают к поиску вещественных доказательств. Это происходит после многократных заявлений британских властей о том, что в Солсбери все давно было проверено и зачищено, и опасности для окружающих нет. В английских газетах пишут, что отрава могла находиться в подобранном на улице шприце. Возникает вопрос, кто его там оставил. Сегодня мы увидим, что два безобидных наркомана британских поразились тем же самым отравляющим веществом. И я полагаю, что теперь уже британское общество должно будет задать вопросы своей полиции. Так кто же это делает? Так где исполнители этих актов? Известно, что все экспертизы, как по делу Скрипалей, так и по нынешнему отравлению проводились в находящемся неподалеку закрытом научно-исследовательском центре Порт-эн-Даун. Многократно замеченное воздействие рецептур Порт-эн-Дауна на местном населении, на котором они, видимо, проверяют свои такие-то временно выводящие или какие-то рецептуры, очень напоминает то же самое, что произошло со Скрипалями. Я могу сказать, что исследование рецептур это военная задача Порт-эн-Дауна, а его дела это воздействие на мирное население и армию противника. Случайно или нет, но все происходит накануне саммита НАТО и приезда Дональда Трампа в Лондон. Можно не сомневаться в том, что британские власти будут тему отравления активно использовать. Но кроме новых пострадавших, опять предъявить нечего. За четыре месяца фактических результатов расследования дела Скрипалей как не было, так и нет. Так что одних бездоказательных обвинений в адрес Москвы на этот раз может и не хватить для убеждения даже самых лояльных партнеров. В Сирии боевики покидают провинцию Дераа, бросая вооружение и боеприпасы. В трофеях, которые разбирают военные продукции, США, Франция, Германия, Италия, Австралия и Канады. Есть даже танки еще советского производства. Сотни единиц различного вооружения и тонны разнообразных боеприпасов. Хотя от оплаты военной части в городе Изра столько оружия здесь еще никогда не было. Часть вооружений и боеприпасов боевики оставили, покидая населенные пункты, перешедшие на сторону официального Дамаска. Часть добровольно передали правительственным войскам, сославшись на условия перемирия. Кустарных образцов вооружений здесь почти нет. Подавляющее большинство оружия исключительно фабричного производства. По странам-производителям можно изучать географию, причем в основном в государствах, входящих в НАТО. Это оружие американского, британского, французского производства. Есть израильские образцы. Автоматы, крупнокалиберные пулеметы, более 100 ручных противотанковых гранатометов, свыше тысячи минометных, мин различных калибров, а также около полутора тысяч ящиков с боеприпасами и патронами. А еще миноискатели и средства связи. Все западного производства. Мы нашли итерации в штабе боевиков. У нас есть данные, что с их помощью израильтяне руководили деятельностью Ан-Нусры. Теперь это имущество сирийских связистов. А это комплексы для запуска противотанковых управляемых ракет. Высокоточное, эффективное и очень дорогое оружие. Судя по маркировке на изделии, выпущено оно было в США. Помимо техники и вооружения, боевики оставили несколько тонн продовольствия. В этих коробках продуктовые наборы. Но несмотря на все эти трофеи, с западными маркировками, штаты и их союзники продолжают утверждать, что не поддерживают террористов в Сирии. Однако факты, что называются на лицо, и говорят они совсем об обратном. В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего главы религиозной секты Оум Сендрикё Сёка Сахары и шестерых его приближенных. Секта появилась в 1987 году. Число ее активных членов и последователей составляло около 50 тысяч человек. Самое громкое преступление они совершили в мае 1995 года. Боевики распылили отравляющий газ в токийском метро. 13 человек погибли и свыше 6 тысяч пострадали. После этого главарь был арестован, а сегодня его повесили. Ну и в заключении, конечно же, поговорим о чемпионате мира по футболу. Там сегодня определятся первые полуфиналисты, а кому-то придется покинуть турнир. Это будет битва пятикратных чемпионов мира бразильцев против сборной Бельгии, а также французов против ругвайцев. Тренер сборной Ругвая Оскар Табарас уже назвал турнир в России лучшим в истории. Тем временем российская сборная продолжает готовиться к битве с Хорватией. Поддержка россиян будет небывалой. На сайте ФИФА не осталось ни одного свободного билета. Россия выиграла у Хорватии 3-1. Нет, матч в Сочи не провели раньше, но он уже состоялся в Ярославском дельфинарии. В роли хорватов солнышко за россиян Миша. Именно он оказался проворнее и быстрее. Россия выиграла у нас со счетом 3-1. Поэтому будем ждать, что этот прогноз сбудется в субботу. Все с нетерпением ждем. Публика ликовала и все старались, чтобы наш дельфин был первым. В Ярославле, как и во всех городах, тоже с нетерпением ждут четверть финала в Сочи. И как выяснилось, не только люди, но и дельфины. Как Акимфеев, да? Ног нет, но хвостом. Сейчас, ну-ка, Миша, как будем отбивать? Давай, покажи, как будешь отбивать? Как будешь отбивать? Так, молодец, уже лучше. Сам Игорь Акимфеев с партнерами по команде сегодня выйдет на запасное поле стадиона Фишт. Там пройдет тренировка сборной. По требованию ФИФА основной газон до четвертьфинала трогать нельзя ни россиянам, ни их соперникам. На встречу с хорватами российские футболисты наверняка выйдут в красной форме. Да и Юры, они хозяева поля, значит им выбирать цвет. Домашний считается именно красный, к тому же он счастливый. Алые футболки принесли победу России в матчах против Саудовской Аравии и Египта. А в Нижнем Новгороде повсюду звучат французские и уругвайские песни. Там в эти минуты проходит матч Франции-Уругвай. Перед игрой тренер латиноамериканской сборной признался, что чемпионат мира в России один из лучших в истории. В России отличные стадионы. Это один из лучших чемпионатов, которые когда-либо проходили. На мой взгляд, он вообще самый лучший. На чемпионате мира осталось всего 8 команд, но уже сегодня их число сократится до 6. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Коряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.